Всем привет! В этом видео вы посмотрите, как я получил посылку. Вот такой вот осциллограф. Это монтажная плата с кучей деталей. И в итоге я получил вот такой вот прекрасный осциллограф за копейки. Мне он обошелся в 1400 рублей. Сейчас его цена гораздо ниже. Ссылка под видео. Ну и смотрим распаковку посылки. То есть у вас есть шанс, в принципе, сделать подобное, если у вас есть навыки монтажа, СМД и обычных деталей. Всем привет! Посылка из Китая. Это я заказал осциллограф, див-кит. То есть набор для постройки осциллографа. Ну он простецкий, да. Но я его заказываю уже второй год. И на второй год мне повезло. Он дошел достаточно быстро. Примерно срок, который он шел до меня, до центра Сибири, составил примерно где-то около 10 дней. Что вполне для меня очень удивительно, так скажем. В общем, я доволен. Давайте посмотрим, что пришло. У меня есть настоящий осциллограф, еще советских времен. Вау! Ничего себе! Тут даже у нас есть щупы. Но тот осциллограф, ребята, к сожалению, громадный такой. Схема сборки. Все есть. Обалдеть! Этим я сейчас и займусь. То, что буду сейчас всю ночь, несмотря на то, что сейчас 12 часов, первый час ночи, похоже, я буду это все дело собирать. Можно использовать стандартный разъем под щупы. Так, у нас здесь есть сопротивление, всевозможные разъемы под матрицу. Так, кнопочки. О, вообще красота! Все подписано. Главное, чтобы не как в прошлой посылке, здесь все детали были на месте. Я, ребят, к сожалению, наверное, не буду показывать, как я буду его собирать. Покажу готовый результат, потому что, ну, в принципе, в принципе, у нас тут, по идее, должно быть все подписано. Сейчас мы это в этом убедим. Так, это у нас дисплей. Дисплей цветной, не монохром. То есть, будущее уже рядом. Еще бы его вытащить отсюда. Блин, приклеился немножко. Так, разворачиваем. О, немножко царапины, но имеется защитная пленка. Да, вот сюда, походу, ставится. Один разъем. Значит, его достаточно. Так, есть перемычка. Так, ну. В ПАИН, в ПАИН, говорю, в ПАИН уже процессор для легкости монтажа. Так, переменные у нас конденсаторы. Так, надеюсь, ничего здесь настраивать не надо. Это электролиты. Разъем питания. Здесь, если не ошибаюсь, 12 вольт питания. Блин. Так, а вот она. Можно, можно. Так. Тут уже и так можно разобраться. Так, кнопочки. Баттон с, наверное, первыми. Да, тут один разъем под монитор. Наверное, первым я буду впаивать кнопочки. Блин. Сложно это дело, конечно. Можно взять нормальные кнопки. Есть подобные, кстати, сборки и с корпусом. Мне что-то не хотелось денег переплачивать. Да, и в принципе, у меня нормальный осциллограф, если что, есть. Но он гроб, ребята. Он гроб. Он у меня стоит, занимает столько места. Прям вы не поверите. Ну, хотя многие у кого есть подобные вещи. Еще с советских времен в курсе, что он весит там под 40 килограмм. И это не очень хорошо. Так. Кварцы, кнопочки, переключатели. Так. Кнопочки у нас 4 штучки. Даже не знаю. С одной стороны, проверить как-то бы надо. Но мы это посмотрим. Хотя бы по аудиосигналу взять какой-нибудь генератор. Так. Он у нас еще есть. Так. Это у нас куда? Это, наверное, ломается. Сюда 4. Так. Не сюда. Это разберемся. Так. Кнопочки. Кнопочки, надеюсь, одинаковые. Кнопочки, надеюсь, одинаковые. Кнопочки жестокие. Кнопочки одинаковые. Блин, это прям затягивает. Я не знаю, как других. Ну, что-то сделать своими руками, ребят. Каждый просто желает, наверное. Да и 2 тысячи, или сколько там я за него заплатил. Может, даже меньше 2 тысячи с чем-то там распродажа была. Я ссылку давал на втором сайте. Мне кажется, она того стоит. Я еще проверил на eBay, что он, в принципе, дороже стоит. И лесные отзывы о продавце. Просто не оставили мне другого шанса, как купить подобное для того, чтобы собрать себе что-то маленькое. Хотел взять наподобие сотового телефона. Но там многие почему-то такие отзывы писали, что проще самому собрать, чем тратить. А потом они стали стоить, как самолеты. И я в итоге забил на это все дело. А тут подвернулась прям такая вещица. Вот она. Вообще красота. Так, по 5 сопротивлений разных номиналов. Так, сопротивления у нас не подписаны. Так, транзисторы не подписаны. Так, диод подписан один. Так. Сколько тут у нас вообще диодов? Диода 2. Я вижу. Так. Транзистор в хреново тучи. Так, еще кнопочка. Бутон, 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 бутон. Ага, вот, резет. Начинать надо с малого, с крупного. Это затянет. Светодиод. Хоть найти бы светодиод-то. Где-нибудь внизу стоит. 100 кодов. Вот он, LED. Конденсаторы. 100 микрофарад. 100 микрофарад. 100 микрофарад. 100 микрофарад. 100 микрофарад. И 100 микрофарад это подозреваем, да. Так, конденсаторы вперед. С песенкой. Плюс-плюс. Так, катушечка дросселя. По питанию. Это у нас что такое? Переходнички. Так, разъемчик для подключения. Это обалдеть. Все так просто. Вот уже полплаты собрал. Осталась малая часть. Так, дисплей на потом. Ну, то есть, основное сейчас впаяю. Ну, тут, в принципе, делов-то... А, мы еще не разворачивали инструкцию. Я уже почти все забрал. Так, три книжки, ребят. Три книжки. Так, инсталляция компонентов. Тут, куда какие детали ставятся. Так. Как паять сопротивление. Сначала лудим. Потом сопротивление с одного края припаиваем. Потом со второго. Ну, стандартно. У меня будут паять феном. Так. Стабилизатор припаивать. Так. Куда какие сопротивления припаиваются. Табличка есть. Так. Схема. Схема такая же. Это на китайском языке с обратной стороны. Так. Английский у нас есть и китайский. Смотрим дальше. Дальше сама схема у нас есть. Приборчика. Правильно смотрел. Так. На английском языке. Где какие сопротивления стоят. Тут, в принципе, все подписано. То есть, вот это нам нужно собрать. Здесь мы видим органы управления. Что, какая кнопка значит. Кнопочки подписаны. Окей. Плюс-минус. Все есть. Хорошая инструкция. Следующая инструкция. Очень похожа на инсталляцию. Где какие детальки у нас должны быть. Так. Ну, это по пайке. Как они должны быть установлены. Просто как установлены должны быть детали. И все. То есть, транзистор у нас не глубоко. Ну, это стандартно. Так. Разъемчики. Как конденсаторы ставятся. Что с полосой ставится к минусу. Без полосы ставится к плюсу. Ну, то есть, стандартная подсказка для начинающих. То есть, разобраться можно. Несмотря на то, что оно все на английском. Так. Здесь указаны точки. В каких точках должно быть такое напряжение. То есть, тоже можно легко разобраться. Так. Есть калибровка. Тестовый сигнал. То есть, с него же можно и проверить. Ну, и соответственно, подключение 9 вольт у нас. Либо через крону. Можно поставить какой-нибудь стабилизатор на 9 вольт. И радоваться жизни. Итак. Ну, что, ребят. Я с вами на секунду прощаюсь. И разогреваю паяльник. И приступаю к пайке. Чтоб видео не затягивать сильно. Потому что оно будет очень длинное. Я просто сейчас все это дело спаяю. И покажу результат. Ну, а вы, надеюсь, поняли смысл сборки этого всего дела. Может, даже завтра буду допаивать. Поэтому сильно как-то не хочу обнадеживать себя. Кстати, катушки, ну, всякие детали лучше не до упора вставлять. То есть, чтоб их не повредить. Ой, вообще кайф. Не кайф у Слада просто. Ой, вообще кайф. Ой, вообще кайф. Так, установил я конденсаторы. Сразу спешу отметить. Вот на вот эти вот. Вот видим 331. Здесь должен быть 220 пикофарад. Здесь 330 пикофарад. Почему-то. Ну, вот 104. Мало ли вдруг кому понадобится. 121. На кварце 22. Ну и, соответственно. Единичка. Единичка. Ну, чуть-чуть осталось. Осталось самое сложное. Это установка сопротивления. Вот. Вот они. Не вот этих СМДшных, которые подписаны. А именно вот этих вот, которые не подписаны. И просто навалены в кучу. С ними самое будет сложное. А так, в принципе, схема уже почти полностью собрана. Тут еще перемычки надо найти, куда вот эти вот вставляются. И все, пожалуй. Так, наверное, сейчас начну СМД. Сопротивление паять. Их, в принципе, мало. Ну, и чтобы максимально их не закрывал деталями. Паять буду, наверное, феном. Для скорости. А пока что все. Установил часть сопротивлений. Пришлось, блин, помучиться с тестером. Ну, осталось немножко. СМД я буду в последнюю очередь. На схеме СМД резисторы обозначены все в пунктире. То есть, если в пунктире, значит СМД. Если сопротивление где тут хоть одно, вот без пунктиров, значит это обычное вот такое вот сопротивление. То есть, ничего сложного нету. Тестер в руки. Звоним и вперед. Ну, сейчас, соответственно, вот это все обкусывать. Потом плату промыть. И все будет красиво. Кропотливая работа. Я не знаю, потом под конец скажу, сколько мне времени это все заняло. Непрерывно, в принципе. Осталось немножко. Кстати, разъем уже припаял. Разъем очень легко паяется. И вот этот золотой тоже отлично прям паяется, лудится. Кончик я откусывать здесь не буду, наверное. Блин, мне жалко его. Но по ходу позолоченный. Я его загну немного. Вот таким вот образом. Ну что, приступим. Осталось, в принципе, не знаю, с десяток сопротивлений. Чуть-чуть. И так, все сопротивления выставлены, кроме СМД. Хочу сделать маленькую подсказку. Если у вас есть маркер-штрих, то вы можете аккуратно закрашивать просто то сопротивление, которое поставили. Тогда у вас проблем будет гораздо меньше. А еще можно просто сразу выделить себе маркером те сопротивления, которые вы будете ставить. Например, не СМДшное, а обычное сопротивление. И когда вы нашли его, маркером другим поверх того штриха закрашивайте. То есть, и вы его и видите, да, у вас схема остается. И вы легко можете распознать, какие вам надо куда смотреть, и чтобы быстрее собрать. Так, вот так вот выглядит с обратной стороны. Вот столько я насобирал. Сейчас буду запаивать. И остаются у меня только вот эти сопротивления, ну и колодку на дисплей. И все! Я его сделал. Также, кстати, остаются четыре штучки. Это вот направляющих можно будет потом пришпандорить снизу. Но это уж потом. И светодиодик я оставил напоследок. Так что работа продолжается. Смотрим дальше. Итак, так и хочется пропеть Аллилуйя. Я его собрал, спаял. Осталось замыть. Ну, остались тут коннекторы. И все. Ну и, соответственно, подплату. Это будет устанавливаться после того, как все промоется. Дисплей припаял вообще легко. То есть, отличные разъемы по качеству. Все запаивается просто как в сказке. Единственное, что потом это все надо будет как-то вставить. Вроде вставляется. Это уже будет потом. Для начала нужно отмыть. В общем, с обратной стороны грязновато. Ну и с лицевой немножко отмыть SMD-компоненты. Кстати, по поводу SMD-компонентов. Осталось достаточно приличное количество сопротивлений. Всех минимум по одному. Вот тут у меня два штуки лежат. Еще вот здесь три, здесь два, здесь четыре. То есть, я так понимаю, они просто по пять штук разделили и наклеили. Соответственно, сколько вам нужно отсюда, вы столько и берете. То есть, все сразу не выколупывайте, чтобы не потерять. В хозяйстве пригодится. Так, визуально все припаял. То есть, деталей на столе не осталось. Мелочевочка. И все. Можно отмывать и подключать. Соответственно, сейчас отмою. Покажу вам результат. Хочу отметить, что требуется также подпаяться. Вот здесь вот. Здесь вот. И вот эти вот, которые я говорил, черные непонятно куда. Это как раз у нас идет сигнал дополнительный. Дополнительный на дисплей. И, блин, вот этот дисплей бы еще не сломать. Сейчас, показать надо. Требуется еще две перемычки установить. Итак, ну в итоге мы получаем вот такой вот девайс. К сожалению, видео мне прервалось. Камера села. Три часа записи, хоть и рывками, все-таки сделали свое дело. В итоге до пяти утра я возился с этим прибором. В том плане, что просто тыкал в кнопки. А сегодня получилось так, что какую-то нажав комбинацию, я заставил вычислять его гораздо медленнее. В десять раз медленнее. Он мне рисовал графики очень страшными. И так, ну я уже подсказки дал по поводу схемы. Сразу сказал, что детали лучше закрашивать штрихом. И сразу скажу, что есть такая вещь, как программирование его, настройка, калибровка. Делайте ее внимательно, аккуратно. Все тут подписано, какие параметры выставляются. Так, вот здесь вот не хватает 0,2 вольт. Как видим, осциллограмма у меня нормального качества. Калибровка бывает и не требуется. Потому что многие блогеры, которые я посмотрел, уже куча роликов есть. После того момента, когда я хотел купить, тогда еще роликов, как всегда, не было. Но мне, к сожалению, не пришло. И пришло только через длительное время попыток моих купить подобный прибор. Сразу скажу, причина всему это то, что либо недобросовестный продавец, либо же может таможня видит, что это осциллограф и отправляет обратно. Осциллографы в Россию как бы запрещено возить. Это есть в перечне допуска по возимым цифровым приборам. Сразу спешу отметить, что в принципе, как помощник, такой маленький помощник начинающему радиолюбителю, вполне себе достойное устройство. Но начинающему радиолюбителю разобраться здесь будет вполне сложно. Поэтому в ролике я постарался указать и показать, какие конденсаторы где стоят. Потому что есть небольшая такая вот вероятность установки этого всего неправильно. К сожалению, я все сделал с первого раза. Единственное, на камеру было тяжеловато снимать. Так бы я, может, еще быстрее собрал. Сразу скажу, что собирайте, не слушайте никого. Собирайте с тех компонентов, которые вы видите, в которых вы разбираетесь. Если вы знаете, что вот тут конденсатор такой-то стоит, значит, впихиваем туда конденсатор тот и вперед. Схема есть, калибровка есть, как паять все есть. То есть схема достаточно простая, но с помощью нее можно его легко собрать. По поводу джамперов. Тут идет две защиты по питанию. То есть питание процессора отключено. И питание, если не ошибаюсь, дисплея второе отключено. То есть включено только первое питание. Если вы джамперы, перемычки не замыкаете, соответственно, он у вас не включается. Замыкаете нужные перемычки. Они также есть в мануале. И он у вас прекрасно работает. Также по поводу... Хотел сказать... Есть внутренний генератор на 1 кГц. То есть для калибровки вполне себе очень приемисто. Есть у нас возможность измерения переменного постоянного напряжения. Деление до 1 вольта. Множитель до 5. Есть сброс, есть настройки. Ну, единственное, что проблема, вот, насколько я увидел в этом приборе, это невозможность двига нормального относительно центра сигнала. То есть при включении авто сигнал, ну, очень редко выставляется строго по центру. Это косяк, скорее всего, прошивки. У меня на упаковке написано, что это версия 13804К. Но это, к сожалению, старая версия 13803К. Тут немножко перепутали. Поэтому стоит на это тоже обращать внимание. То есть, ну, а так, прибор собираем. Он сразу готов к работе. Я после сборки посмотрел, даже вот, видим, осциллограмма у меня прямоугольные импульсы достаточно прямая. И она изначально была такой. Кстати, по поводу наводок хочу сказать. Как видим, осциллограмма без подключения щупов держится достаточно прилично в центре. То есть, наводки минимальны. Особенно, если я отпущу пальцы, будет минимальна. Если у вас сильно скачет, сильно фонит, это всему виной именно питание. Питание здесь максимально 12 вольт. То есть, рекомендовано от 9 вольт не более 12. Здесь стоит два преобразователя на 7905 и 7805. То есть, на 5 вольт. Соответственно, они слабенькие. И поэтому, чтобы защитить схему максимально, рекомендуется использовать низкое питание. Питание может подаваться через блок питания, через обычный такой джек, либо же через вот такой переходничок. Ну и, что я хотел бы отметить. Для того, чтобы максимально качественно это все дело показывало, работало, рекомендую использовать какой-нибудь металлический корпус. То есть, экранированный. То есть, в принципе, сделать его, мне кажется, не проблема людям, которым это надо. Но у меня, в принципе, и так все устраивает. Теперь у меня есть два прибора, которыми я буду пользоваться чаще. И, блин, ребят, я доволен. За 1400 рублей получить вот такой вот приборчик. Причем дошел он за две недели, я прям в шоке. То есть, для меня вполне хорошая такая новость. И, надеюсь, данный прибор кому-то также поможет. То есть, если вы хотите получить осциллограф, но не знаете или не хотите тратить громадные деньги, а вам он, в принципе, нужен так таковой, чтобы был, хотя бы иногда посмотреть уровни сигналов или форму сигналов. То есть, вполне себе отличный приборчик. Минусом я бы назвал его то, что он до 50 вольт, но и при этом рекомендуется там использовать делитель. А, вот, 50 вольт, при использовании делителя 100 вольт. В принципе, для каких-то маломощных схем вполне себе адекватное устройство. Версия у меня вот такая. Вот она, 13.803. Как видим, нечетко по центру. Авто не помогает. Сразу спешу отметить, не нажимайте лишние кнопки и комбинации. Потому что может привести к тому, что вы войдете в режим какой-то, который у вас потом, ну, просто зависнет. И вы потом будете думать, что же делать. Не разобрался, как выключается это под меню, но оно включается на двух... Вот тут вот ставим. Где две у нас миллисекунды. Зажимаем на то ли две, то ли три секунды. Вот. И у нас пропадает под меню, и в то же время можно ее обратно установить. Вот она. Да, только вот здесь вот. Это начало меню листания. Есть направление. Ну, все стандартно. Все пишется, какой режим вы выбрали. Соответственно, вот такой вот прибор. Кому понравилось, можете приобрести себе подобное. Сразу скажу, что идет плата голая. Я еще раз повторю. И на ней только один процессор. Соответственно, нюансы какие-то при сборке можете наблюдать выше. Ну, выше. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уже. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...